Привет! Продолжаем разбирать блок чтения в ЕГЭ и сегодня мы будем разбираться, как выполнять третье задание. Оно проверяет ваше умение понять прочитанный текст полностью, включая мельчайшие детали. Как же это сделать? Вы можете начать с чтения вопросов после текста. Они помогут вам составить представление об основном содержании. После этого обязательно прочитайте текст полностью. Если вы заметили в тексте что-то, что вы встречали в вопросах, обязательно подчеркивайте. Также вы можете ставить другие отметки по ходу чтения. Это вам очень поможет потом ответить на вопросы. Как правило, номера вопросов и абзацев совпадают. Ну, например, ответ на третий вопрос будет содержаться в третьем абзаце, но это не всегда так, поэтому обращайте на это внимание. Прочитайте вопрос и затем все четыре варианта ответов. Если вы помните верный ответ, вернитесь в нужный отрывок текста и отметьте, подчеркните то самое предложение, словосочетание, которое вам подсказывает. Да, это именно тот вариант ответов. Если ответ вы не знаете или не помните, прочитайте тот самый абзац, в котором должен содержаться ответ. Найдите предложение, в котором содержится ответ. Скорее всего, ответ будет дан не теми словами, которые написаны в вариантах. Поэтому подберите синонимы, перефразируйте, сделайте что угодно, чтобы понять смысл этого предложения. После этого вы можете вычеркнуть варианты ответов, которые абсолютно точно не подходят. Вычеркнуть значит вычеркнуть. Прямо зачеркивайте их в кимах, чтобы они не мешали вам рассматривать другие варианты. И всегда, всегда, всегда подчеркивайте тот самый отрывок, который помог вам ответить на вопрос. Рядом с подчеркнутым отрывком пишите номер вопроса. В случае сомнений это поможет вам найти нужную информацию быстро и без лишних усилий. Когда у вас будут уже все ответы на вопросы, еще раз пробегите текст глазами и убедитесь, что вы поняли содержание текста правильно и правильно ответили на все вопросы. При выполнении этого упражнения очень важна ваша внимательность, а также достаточный словарный запас. Также очень пригодятся умения подобрать синонимы, антонимы и перефразировать. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Удачи на экзамене! Пока!